На Бульяновской городской больнице больше полувека. Поликлиника состоит из нескольких корпусов – инфекционного, терапевтического и дневного стационара. С 1967 года капитальный ремонт был проведен только в одной части медучреждения. В остальных довольствовались косметическим обновлением. Капитальный ремонт у нас был сделан в 2020-2021 году. Удалось заменить инженерные сети, в частности здесь здания поликлиники, что вы видели. В прошлом году косметический ремонт мы выполнили в терапевтическом отделении. Также ремонт у нас ведется в детском отделении. Также заменили сантехнику, выполнили отделку с телом, поменяли линолеум. Косметический ремонт, конечно, бы хотелось выполнить капитальный, но пока сейчас у нас попало на графику, мы стоим чуть позже, на 2025 год. В этом году в больнице произойдет значимое событие. Впервые со дня начала работы стационара заменят лифт. Он будет использоваться для транспортировки пациентов из приемного отделения на третий этаж в реанимацию. Всего на замену лифтового оборудования из регионального бюджета будет направлено 22 миллиона рублей. Модернизацию больницы замечают и пациенты. Сейчас мне очень нравится. Во-первых, чисто, аккуратно. У тех врачей, у которых я наблюдаюсь, все вежливо мне попались. Раньше было очень грязно, потому что я здесь 10 лет не жила. А потом, когда приехала в 2019 году, то здесь намного лучше стало. В больнице регулярно появляется новое оборудование, которое значительно упрощает работу лаборантов. Раньше сотрудники лаборатории вручную проводили исследования анализов. Теперь у них есть новый помощник – биохимический анализатор. Могу сказать, что приобрели биохимический анализатор. Он нам позволяет выполнить весь спектр биохимических исследований, в том числе липопротеиды низкой плотности, гликированный гемоглобин. Раньше, до этого мы не могли бы включать договоры с другими учреждениями. Сейчас мы можем делать это самостоятельно. В Новоульяновской горбольнице обновлен и санитарный транспорт. В новых скорах установлено современное оборудование. Оно помогает спасать больше жизней. А легковые авто работают в тандеме с участковыми врачами и способствуют оказанию квалифицированной помощи во всех уголках района. К больнице в Новоульяновске прикреплены свыше 16 тысяч человек.